Лиса, как дела? Я отлично. А вот ты бы лучше лег пораньше, а не смотрел 8-часовой стрим Тима с Андреем Бодровым. Если честно, я с тобой полностью согласен и хочу спать, а меня тут мучают. Ну что ж, с оперативностью у меня ну никак не выходит. Значит, будем тянуть за счет чего-нибудь другого. Например, за счет того, что я в принципе расскажу вам о матче Динамо-Локомотив. Я тут давеча посмотрел две ведущие передачи про российский футбол. Это Коммент-шоу и это Футбол-брат. Коммент-шоу был больше про то, в каком костюме пойдет Генч получать статуэтку лучшему комментатору российской премьер-лиги. Об игре было сказано только то, что Локомотив с Дзюбой играет лучше, чем Локомотив без Дзюбы. Мысль, конечно, глубокая, надо будет взять ее на вооружение. Впрочем, ладно. По сравнению с конкурентами на Коммент-шоу, хотя бы как-то поговорили про игру и даже включили Карпукаса в символическую сборную Тура, что говорит о том, что матч они все-таки смотрели. Дальше Карпукас стабильно выдает каждый матч у него. Да, он очень хорошо играет. Причем он был лучшим игроком матча, признан Динамо-Локомотив, хотя не забил, не голевы по мне отдал. Вот это футбол-брат, где заседают Гурцкая, Терлецкий и Дорский, и каждую неделю примыкает какой-то новый гость, в этот раз это был Нагучев. Блог про матч с Динамо вроде бы был, но о чем он был, я, честно говоря, вообще не понял. Показали кусочки интервью Смолова, пообсуждали неприезд Николича в Динамо, и сказав о том, что поговорили об игре Динамо-Локомотив достаточно, перешли к следующей игре. Феноменально. Я понимаю, когда про матч Локомотив-Факел нечего особенно сказать, но когда вы не находите слов поговорить о футболе в игре Динамо-Локомотив, который проходил на довольно высоких скоростях и завершился со счетом 4-2, это у меня вызывает довольно большое удивление. Да, команды особенно уже ни за что не борются, но так уж получилось, что в нашем чемпионате сейчас в принципе, кроме Факела, Крыльев и парей НН, никто ни за что не борется. Но на унылые нули Краснодара с ЦСКА желание пообсуждать футбол, которого вообще говоря в этом матче не было, у них почему-то нашлось. Очень много мы поговорили про будущее Динамо-Локомотива, я надеюсь, что опять же никто не обидится с учетом того, что мы игру-то почти не обсуждали. Так что хорошо, что у вас есть я. Поставьте за это лайк, подпишитесь и посмотрите 8-часовой подкаст с Андреем Бодровым. Может это конечно и не Сычев подкаст с Ласьковым, но истории там было вспомнено столько, что стенограмму подкаста мы собираемся продать на Нетфликс в виде сценария к сериалу. Перед игрой было две главных загадки. Это здоровье Дзюбы и пара центральных защитников. Все это мы разбирали с вами еще в прошлом видео, поэтому только тезисно. Дзюба пропустил две игры, которые для Локомотива оказались очень тяжелыми в плане созидания моментов. Ну а желтые карточки Дмитрия Баринова и Егора Погосного сделали очень сложным выбор партнера Кузьмичева по обороне для Галактионова. Видео с тренировок нам никак не подсказывал, чем же завершится эпопея, но журналисты быстро раскопали, что Дзюба занимается в общей группе с самого начала недели и противопоказаний никаких не имеет. Что в общем-то ничего не значило. Например, тот же Пеняев занимался в общей группе всю неделю перед факелом, а вышел только на 5 минут. Про Фасона и говорить не буду. Его общая группа началась еще в начале апреля, и только к игре с Динамо Лукас наконец-то набрал такую форму, чтобы смочь 90 минут просидеть на скамейке запасных. Был еще вопрос, кому играть в центре поля, но он не казался каким-то принципиальным. Там точно сыграет Карпукас, но а в пару к нему можно ставить хоть Щетинина, хоть Мардешвили, хоть Куликова, хоть меня. Он просто вздохнет лишний раз, что еще из-за меня придется бегать, и сделает всю работу. Однако, конечно, стартовый состав к этой игре ожидался с наибольшим за эту весну интересом. Ситуация сложилась такая, что у Галактионова было великое множество всевозможных вариантов, как сформировать состав. Я, например, не исключал даже варианты, при котором у нас вместо двух центральных защитников выйдет три. Защищаться не умением, а числом, вполне частая тактика. Учитывая, что многие из наших крайних защитников когда-то в своей карьере играли центральными в тройке. Ну и партнеру Карпукасу искать не надо, один справится. Галактионов снова удивил, и до поры до времени ощущение, что его придумка работает, у меня лично не возникало. В центре обороны локомотива вышел Марио Миталь. Пару Карпукасу составил Куликов, а в запасе остались Глушенков и Пеняев. Старый добрый локомотив Никлича с Куликовым, Мирнчуком и Жамалединовым. Только вместо Смолова Дзюба, а вместо Пабло и Чурлуки Кузьмичев и Миталь. Для полной картины не хватало только Живоглядова, но, кажется, его мы в футболке локомотива уже не увидим. Динамо сейчас находится явно не в своей лучшей форме, но все же не такое безнадежное, как еще было пару недель назад, когда безропотно проиграли Факелу на своем поле в день столетия. К тому же не оправдались прогнозы по проблемам в центре обороны Динамо. Саба Сазонов успел поправиться к нашему матчу, а игрок хоть и своеобразный, довольно косячный, но вполне нормальный для российской премьер-лиги. По словам Сазонова, даже Исидор отмечал Сабу как одного из лучших защитников, против которых он играл. А перед матчем они даже трогательно обнялись и о чем-то общались. И вот, несмотря на все проблемы локомотива во всех линиях, несмотря на то, что Динамо вроде бы возродилось и легко обыграло торпеды, да и матч был на родной для Динамо арене, локомотив как-то очень легко забрал контроль над мячом. И вряд ли это была задумка белых-голубых. Они очень активно старались прессинговать и мешать локомотиву. И даже этой весной мы очень часто под таким прессингом просто шарашили мяч вперед. Там же Дзюба, он зацепится, как-нибудь куда-нибудь мяч скинет. С Динамо было вообще по-другому. И это было первое и, возможно, главное удивление от всей игры. И тут мы приходим, наверное, к самой противоречивой фигуре матча. Я долго думал, почему выбор Галактионова в отсутствие Дмитрия Баринова пал именно на Куликова. Ведь когда Дима в прошлый раз пропускал игру, это было с Ахматом, Галактионов тоже в пару Карпукасу выпустил именно Куликова. Ну, точнее, на первые 20 минут Макеева, а когда тут удалился, уже тогда Куликова. А вот Щетинин, например, выходил вместо дисквалифицированного Карпукаса. У игроков на поле, даже если по сути они занимают одинаковые позиции, всегда разные функции на поле. И если Карпукас это стоппер, человек, который должен отбирать как можно больше мячей, то Баринов используется как важный элемент билдапа, перехода из обороны в атаку. Он часто опускается третьим, центральным защитником, если у защитников есть проблемы с контролем мяча. Ну и, соответственно, именно на Баринове часто лежит работа по разбиванию прессинга соперника. По всей видимости, Галактионов считает, что именно в этой роли наилучшим образом раскрывается Куликов. Вспоминаем те самые матчи Лиги Чемпионов, за которые Куликова так хвалил Лукомский, что Даня сканирует пространство еще до приема передачи и понимает, куда он отдаст паст дальше. И во многом благодаря такой вот работе головой Даня и сохранял мяч для команды, разбивая прессинг Динамо. И точно это же самое умение Куликова нам помогло забить второй гол и сравнять счет. Он заранее, еще до приема мяча, увидел, куда будет открываться Глушенков, и в одно касание отдал туда передачу. Аплодируем Глушенкова за телегранный удар. Посмотрите, как мяч подпрыгивает ровно на то расстояние, чтобы облизать ногу Моричали, пытавшегося сблокировать удар. Фантастическое просто исполнение. Но про то, что Глушенков умеет бить, мы уже прекрасно осведомлены. А вот то, что привело к этому удару, стоит отметить отдельно. При этом, безусловно, мы практически не видим Куликова в отборе и единоборствах. А когда видим, ну, лучше бы не видели. Второй пенальти — это полнейшая безалаберность и, видимо, эйфория от того, что мы забили якобы в раздевалку. Сначала прервал неуклюжий, но все же вынос из штрафной Кузьмичева. А потом широким размахом, видимо, все-таки попал по бути Захаряну и совсем не попал по мячу. По крайней мере, ни с одной из камер мы этого не видим. Смолов бил этот пенальти уже второй раз за матч и на этот раз не промахнулся. Хотя, на самом деле, стоит отметить действие лучшего вратаря по отражению пенальти в нашем футболе Ильи Лантратова. После того, как Смолов смазал первый удар, чисто психологически практически любой футболист хочет следующий удар с пенальти пробить наверняка. Два промаха ни болельщики, ни тренер, ни партнеры не простят. Поэтому Лантратов до самого последнего момента оставался по центру. Но отдаем должное Смолову. Четко пробил в противоположный угол и такое на реакции, конечно, ну никак не взять. К этому моменту Локомотив уже вел 1-0. Забили стараниями Рефата, Дзюбы и Текнезиана. Весь первый тайм мы пытались навесами найти голову Дзюбы. Но даже без сопротивления мяч летел метра на полтора выше нашего довольно высокого нападающего. Попасть в Дзюбу удалось Рефату аж на 45-й минуте. А тут уж Артем скидывать мячики под набегающих партнеров всегда умел. Тут могу только повторить за Слуцким, который в принципе повторяет за мной то, что я уже много раз говорил. Дзюба собирает на себя защитников и все равно выигрывает борьбу. А благодаря этому у партнеров появляется пространство. Вот вам еще один яркий пример тому. И я бы хотел посмотреть на Дзюбы и Исидора, играющих как пары нападающих. Мне кажется, что из Исидора вполне выйдет второй Азмун. Но пока Изи выходит на фланги и все равно забивает. Так что пока действуем согласно поговорке «лучше враг хорошего». Вопросы по первому тайму Галактионова у меня были. Еще больше их стало, когда на первых минутах второго тайма мы пропустили второй гол после стандарта. Причем глупейший. Угловой сообразили Нинахов Кузьмичевым. Как-то вообще на панике. По самому голу, если честно, претензий предъявлять никому не хочется. Ну, поймали Антона на замахе, а Сазонов перепрыгнул всех на втором этаже. Бывает. А вот панику очень хочется исключить из нашей игры. И это самое время поговорить еще об одном из героев матча. Марио Митой вышел как партнер Кузьмичева. И Галактионов объяснил это тем, что Митой играет центральным защитником в сборной Албании. И эта позиция ему хорошо знакома. Марио на позицию центрального встал как влитой. Я думал, что у нас вообще будут какие-то проблемы в центре обороны. Но теперь я понимаю, что нам даже повезло, что Погоснов пропустил этот матч. При всей любви к Егору, но это достаточно высокий и грузный защитник. А играть против таких Тюкавину одно удовольствие. Да и Смолову тоже. Другое дело Митой, который уничтожил Тюкавина и вообще не дал ему ничего сделать в этом матче. Но главное, что мы отмечали и раньше, и будем отмечать, видимо, и впредь, это хладнокровие Митая. Ему 19 лет, но в какой бы ситуации он ни был, он не будет выбивать мяч абы куда. В аут или там подальше на Дзюбу. Он до последнего будет искать вариант для передачи. Возможно, когда-нибудь это приведет к плачевным для нас последствиям. Но здесь и сейчас в матче с Динамо это выглядело ну просто космически. И приятно, что Галактионов на пресс-конференции сказал добрые слова в адрес Митая, которого так любят шпынять с подачи агентских псевдоэкспертов различные журналисты. Марио провел очень хороший матч, качественный матч, а выборы обусловлены тем, что он имеет опыт игры в этой позиции в национальной сборной и в молодежной сборной своей страны. Поэтому мы от этого отталкивались. То есть мы, естественно, понимаем его сильные качества, у него хорошее начало атаки. Плюс быстрый игрок. Поэтому сегодня он провел очень качественный матч. В перерыве у нас уже вышли Глушенков и Пеняев. Но сказать, что игра сильно поменялась вот именно в этот момент я не могу. Мне кажется, что серьезными катализаторами изменений стали замены, которые провели Динамо. Стали откровенно уставать ключевые футболисты, а люди, вышедшие на замену, оказались неспособны оказывать сопротивление Локомотиву. Проблемой для Локомотива весь первый тайм был Захарян, который заработал пенальти, сделал голевой навес на Сазонова. Проблемой в центре поля был Норман, который все-таки довольно умелый футболист. Долгое время сдерживал правый фланг обороны Динамо, опытный Пуршевлюк. В одном моменте он даже не проиграл в скорости Пеняеву. Но, вероятно, тогда и потратил свои последние силы. Постепенно прейсинг Динамо стал спадать, и мы провели еще две замены, которые и стали ключевыми. Куликова заменил Марадишвили, а Мирончука и Сидор. С этого момента на поле была уже только одна команда, и голы в ворота Лещука стали лишь делом времени. Да, можно сказать, что Нинахов забил свой гол только благодаря двум рикошетам, но не забей он в этом моменте, Локомотив бы точно забил через минуту, две, через пять минут. Хорошо, что это сделал именно Нинахов и именно в этот момент. Для Макса гол этот был очень важен по многим причинам, в частности, потому что он воспитанник Динамо. А для меня этот гол был важен, потому что Нинахов, на мой личный взгляд, это абсолютно лучший игрок этого матча. И этот гол достойная награда за старания по ходу игры. Максу по ходу сезона очень много доставалось критики, но сейчас он доказывает, что место правого защитника он так просто никому не отдаст. Подкат под Захаряна и другие отборы в центре поля можно смаковать бесконечно. Преимущество в скорости Локомотива росло с каждой минуты, и в конце Исидор вогнал уже последний гвоздь в крышку гроба. Очередной гол с выхода на замену, и он догнал свой прошлогодний результат. В прошлом сезоне тоже было 7 голов в чемпионате. А всего у Изи уже 16 голов за полтора года в Локомотиве, и он вытеснил из десятки лучших бомбардиров среди легионеров нашего клуба Кайседо, затратив на это практически вдвое меньше матчей. На очереди Франсуа Камано и Умар Ньяс. Свои 19 голов Ньяс забил за 42 игры, так что у Исидора есть еще 7 матчей на 3 гола. Было бы неплохо догнать Ньяс уже в игре с торпедо, но в целом, судя по всему, наш француз остается с нами еще на сезон, так что возможности догнать еще будут. Ура, ура! Я ничего не сказал про Курпукаса, а он просто взял статуэтку лучшему игроку матча в игре, в которой был Дзюба, был Глушенков с 1 плюс 1, был Нинахов с победным голом. Ну и невозможно же сказать, что незаслуженно. Просто, ну, к такому Курпукасу мы уже, ну, настолько привыкли, что зачем лишний раз говорить очевидности. Ну, отобрал больше всех мячей, ну, двигал его вперед всеми доступными способами, ну, пробил поворотом. Давай что-нибудь новенькое, Артем. Ну, дай бог что-нибудь новенькое он припасет нам уже в следующем сезоне. Этот сезон для Артема Курпукаса, вообще говоря, был дебютным, если кто забыл, так что в следующем надеемся, что мы увидим еще более крутого Артема. Это был один из лучших матчей в этом сезоне для Локомотива. Выбор лучших мы сделаем в воскресенье на ежегодном вручении премии «Золотой Ротенберг». Но этот матч там точно будет среди кандидатов. Пока что оценочки. Для меня лучшие Нинахов и Глушенков, которые получили по 8 баллов. Где-то совсем близко с лучшими Курпукас и Митой. Тоже неплохие матчи, просто с большим количеством минусов сыграли Миранчу, Камано и Пеняев. А плохих оценок я в этой игре не поставил вовсе. Потому и матч один из лучших. Не люблю, когда приходится ставить плохие оценки нашим игрокам. Осталась одна игра. Если побеждаем, то гарантированно поднимаемся на одну строчку. Жалко, что всего на одну. Но войти в верхнюю восьмерку по итогам вот такого вот сезона, это, конечно, очень хорошо и дает много надежд на будущее. Даже не упоминая про то, что последний матч с торпеда и можно качественно проводить эту замечательную команду в последний путь в первую лигу. Набить статистику Исидора, превратить эффектность Пеняева в эффективность и еще много чего. До встречи на следующей неделе или раньше, если вы заглядываете на прямые трансляции на vkplay.live. С вами был Тим. Пока!